здравствуйте дамы и здравствуйте господа с вами ультрест азурлей на сегодняшней темой видео является топ 11 лучших кораблей синей редкости скажу сразу что список этот будет не совсем в виде обычного топа потому что корабли из разных специализаций разных направлений разных свойств и их как бы вот ну первое место выделить не получится поэтому здесь скорее будет перечисление 11 кораблей синей редкости изначально синий то есть они должны быть изначально синие в ретрофите которые действительно стоят ваше внимание стоят прокачки и как по мне оказались очень интересными скажу сразу что за идею к видео и за спонсорство большое спасибо моему зрителю киририн спасибо и также за помощь в обсуждении данной темы спасибо ребятам из дискорда большая вам благодарность ну что с прелюдией мы закончили приступим первый корабль который стоит вашего внимания amazon amazon является эсминцем английским статы витин своем экране у нее есть ретрофит то есть будущем она может стать фиолетовый ретрофит завезли недавно и сама по себе она очень интересна тем что первых дает почти 20 процентный бонус опыта для эсминцев то есть ее помощью вы сможете качать ну казалось бы еще одним бонусом на дором считаете быстрее а во вторых у нее скилл который также увеличивает ее собственный урон уменьшает снижаемый урон и такой же баф еще на уменьшение урона получаемого дает еще и другим эсминцем очень интересный корабль скажу сразу что все статы все характеристики указаны на 120 левеле на ретрофите и вот эта вот штучка круглая с буквой р это выделенный ретрофитный скилл мне кажется она стоит затраченных усилий но правда лично я ее не использовал потому что я большинство своих кораблей качал именно под то чтобы их можно было использовать во время фарма прототипов да но с другой стороны если у вас есть возможность такая то ее действительно можно выкачать особенно сейчас она получила ретрофит и смотрится на очень интересный следующий корабль является коса бланка легкий авианосец американский с недавнего ивента микролейер медли да ты видите на своем экране опять таки скажу что 120 левел и у нее есть два скилла сам по себе на очень уникальный корабль сейчас объясню почему во-первых первый скилл когда этот корабль носит авиа удар на 15 процентов шанс сделать следующий удар немедленно доступным не выстрелить сразу а именно сделать немедленно доступным то есть сразу же перезарядить а второй скилл у неё в начале боя увеличивает авиационный стад на 12 процентов перезарядку 10 процентов для авианосцев своего флота это круто уменьшает время перезарядки первого ударка сабланки на 25 процентов это тоже круто и в начале боя увеличит перезарядку авиацию на 8 процентов для всех авианосцев во флоте в котором этот корабль не находится понимаете вот чем загуглена она уникальна именно тем что может бафать авианосцев в другом флоте это просто удивительная механика и она очень крутая то есть в этом плане действительно очень большие бонусы очень небольшие такие какие-то приколы у нее есть она стоит затраченных усилий и можно брать в высокие миры она может помочь флоту который будет сражаться с боссами не участвуя в этом самом сражении напрямую просто удивительно глазга легкий крейсер английский ретрофита у нее нету как и у касабланки но тем не менее мне она очень сильно понравилась но начнем с того что это мэйдочка это уже круто все любят мэйдочек а вторых первый скилл но он такой классический такой часто засовывает у многих кораблей что она увеличивает свою огневую мощь там на какие-то проценты это ладно это можно закрыть глаза второй скилл уменьшает урон получаемый основным флотом на 8 процентов это уже круто плюс здесь не написано что скилл не стакается то есть он определенно стакается и а вторых уменьшает свой получаемый урон эсминцев легких крейсеров на 10 процентов это весьма неплохо потому что их часто можно встретить pvp и можно встретить в определенных мирах тоже часто может встретить эсминцев например в одиннадцатом мире по моему эсминцев очень много и обращу внимание что у нее весьма приличный пво стат то есть это весьма неплохо торпедный стат и огневая мощь то есть снег как можно по нормальному по-человечески играть она очень прикольная сам я ее использовал в английском пвп-флоте но у меня не было просто всех кораблей, которые нужны в ПВП флоту, и она вполне себе неплохо справлялась с задачей. Ну а то, что в высоких мирах она может уменьшать урон, получаемый основным флотом, это очень приятный бонус, как по мне. Следующим кораблем является Хьюго, линкор, авианосный линкор, зависит от того, будет ли она в ретрофите находиться или нет. И смотрим. Статы у нее весьма приличные, то есть все на месте, огневая мощь, нормально. Авиационный статус, потому что она в ретрофите становится авианосным линкором. ПВО стат у нее есть. ХП, все хорошо, цена низкая за вход в бой. И очень сильно, помните, статьи на Википедии нахваливали в качестве флагмана для фарм флота. Ну, очевидно, что это действительно может как-то неплохо обыграть ее статы хорошие. И скиллы. Первый скилл увеличивает огневую мощь основного флота на 15%. Не очень хороший скилл в высоких мирах, потому что там, ну, как правило, линкоров много во флоте нету. Но до 12-го, думаю, может заиграть. Вылечивает собственную огневую мощь на 20%, но это уже весьма неплохо. И третий скилл в бараш, но проблема в том, что этот бараш, он будет работать только если к ней будут взрыволодки подплывать, а взрыволодки не подплывают в 12-м, 13-м мире. И, как говорится, тут что-то особо толка от этого третьего скилла нету. Но у нее хороший ПВО стат, хороший ФП стат, но огневая мощь. И, ну, не знаю, как по мне, еще и цена за вход такая побожеская. Не уверен насчет того, что ее можно прям легко использовать в 13-м мире, но до 12-го включительно, думаю, юзать ее можно. Плюс из-за того, что у нее есть авиационный стат, возможно, стрелять самолетами, она может также уничтожать всякую фигню, которую босс может какому-нибудь или противник, накидать там торпеды какие-нибудь, там, баражи и прочего противника. Это, как по мне, весьма неплохо. Следующим кораблем является КГРО и сменит Сакура Эмпайр. Кстати, видите в своем экране, у нее очень высокий торпедный стат, просто замечательный. Первый скилл, увеличьте показатель торпед, ну, торпедный стат всех кораблей в флоте, эскорта на 15%. Это круто, как по мне, это весьма неплохо. Второй скилл при выпуске волн торпед, 30% шанс запустить еще одну. И, понимаете, подобный скилл был, насколько помню, у девчонок Атаго и Такао, но там у них низкий торпедный стат, а здесь высокий торпедный стат и еще вдобавок сверху, такой хороший бонус. Это круто. И в ретрофите она получает скилл каждые 20 секунд, 20% шанс, уменьшит случайному противнику перезарядку на 30% и урон на 15% в течение 10 секунд. И, короче, эта фигня будет работать на человекоподобных противников, это весьма неплохо. Но, с другой стороны, она не стакается. Как по мне, она действительно, и очень многие люди хвалят, очень многие люди используют, особенно тех, кому она выпадает, когда, ну, вы новичком являетесь, а вдруг она вам выпала. Это очень хороший корабль, действительно, для освоения в игре. Ну, цена за вход в бой низкая, сам по себе она весьма прикольная. Лейпциг, легкий крейсер, немецкий. Статы, видите, на своем экране, они весьма хорошие, у нее очень высокое ПВО. Как и для немок, как и для немок, она вообще является немецкой Сан-Диего, знаете ли. Торпедный стат приличный, уклонение, все на месте, прям вообще нету причин жаловаться, все как надо. Первый скил увеличивает огневой мощь, торпедный стат и перезарядку всех крейсеров во флоте на 10%, то есть три бафа по цене одного, одного это вообще замечательно. Плюс она, конечно же, бафает еще и саму себя получается. И второй скил, который в ретрофите, увеличивает скорость всех кораблей в эскорте на 3 и уменьшает урон от тарана на 25%. Второй бонус, конечно, такой себе, но скорость всех кораблей в эскорте на 3, то есть в сумме она, получается, дает девятку скорости, а бойлер, насколько я помню, дает 8. Ну, правда, одному, но, короче, вы поняли. Это круто. И вторая часть того скилла, когда хп ниже 30%, уклоняется от всех атак на 5 секунд и увеличивает урон на 15% до конца сражения. Ну, лучше бы, конечно, он ее немножко хилил бы, но так тоже сойдет. Грех жаловаться, сойдет. И Лейпциг ее можно использовать в разных комбинациях, в разных сборках, ее очень любят. Это хороший корабль. Ребята, причин вообще нет никаких для того, чтобы ее не использовать. Особенно приятно ей, конечно же, еще фармить немецкий прототип. Вообще замечательно. Нью Кастел легкий крейсер. Роял Нави. Статы весьма приличные. Очень приличное видео в своем экране. Прям вообще все замечательно. Особенно ПВО. Первый скилл стреляет ПВО, когда стреляет ПВО. Шанс повысит себе это самое ПВО за счет огневой мощи. Причем весьма прилично. Точнее без того ПВО стат высокий, а он станет еще выше. Второй скилл увеличивает перезарядку всего флота на 25% в течение 8 секунд. Да, конечно шанс. Да, он будет срабатывать не всегда, но все равно приятный бонус. Хоть и не стакается. И третий скилл увеличивает огневую мощь сопровождения на 15%. Ну я не знаю, ребята. У этого корабля вообще все, есть все, что нужно. Английский флот вполне можно использовать с нею в высоких мирах. Возможно, от этого будет даже какой-то толк именно за счет нее, потому что она очень крутая в этом плане. Хороший корабль. Феникс. Ну ребята, Феникс. Феникс это тот корабль, с которым я прошел. И огонь, и воду, и медные трубы. Вообще замечательно. Она одна из троих вот девчонок, которых я всем предлагал в фармфлот использовать. Замечательный корабль. Статы весьма приличные. ПВО, огневая мощь, уклонение. Ну вот прям все как надо. Но самая главная фишка это скилл. Когда хп падает ниже 20%, восстанавливает 25% от максимального и бафает огневую мощь на 30% на 15 секунд. Работает только один раз за бой, но от этого хуже она не становится. Ее можно использовать до 12 мира, включительно в качестве танков фармфлот. Я это делал. Было нормально. Ну, играть руками приходилось, но нормально все было. В 13-м мире как танкам ее использовать не получится. Ей тяжело. Но ее вполне можно использовать как там второго танка, как просто корабль. Вполне нормально заходит. Но как танка уже лучше ее не использовать. Она скорее всего не доживет до конца сражения. Ей будет очень тяжело либо будет полудохло. Это не круто. А вот как просто корабль во флоте. Нормально. Можно использовать. Никаких причин отказывать себе от удовольствия общения с ней я не вижу. Портланд. Замечательный, великолепный, роскошный, тяжелый крейсер. Американский. Статы весьма приличные. После ретрофита видите на своем экране все замечательно. Все, что у нее могло быть хорошего, все у нее есть. У нее есть хорошее уклонение, средняя броня и целая гора хп. Она действительно может хорошо танковать. Реально, хорошо танковать. Первый скилл. Ну или как минимум быть вторым танком. А вместе с Индианаполис во флоте повышает свою огневую мощь ПВО-перезарядку на 15%. Круто ли это? Но, понимаете, Индианаполис, я бы ее использовать не стал. Поэтому лично у меня этот скилл почти никогда не работает. Ну, может когда-то работал, когда только начинал играть. Сейчас Индианаполис у меня просто на почетной пенсии в доках. Второй скилл, который открывается сразу же, не нужно ретрофитить. Каждые 20 секунд 25% шанс уменьшить урон, получаемый всеми кораблями флота на 15% в течение восьми секунд. Не стакается. Скилл приятный, скилл хороший, скилл действительно добавляет какой-то выживаемости. Но, конечно, работает он не всегда, чего тут поделаешь, от этого никуда не деться. И еще приятный бонус, то, что она достается почти сразу в игре, и то, что есть новичковский квест, по которому ее нужно как следует качать, то есть вы сразу несколько зайцев одним выстрелом. Это круто. Портланд хороший корабль. Но плохих в этом списке нету, но тем не менее Портланд прям совсем замечательная. Сендай. Легкий крейсер Закура Эмпайр. Статы. Весьма хорошие, кстати. Видите на своем экране, хотя хп, как по мне, маловатенько. Первый скилл увеличивает торпедные статы и перезарядку для всех легких крейсеров из минцев на 15%. И второй скилл ставит ловушку, которая выглядит как вспышка. На ближайшем противнике получается, и кто из врагов попал в нее, снижает вероятность уклонения на 25%. Ну и тут дальше, как она там будет активироваться указана. Смысл в том, что, как по мне, и многие люди с этим сходятся, золотой век Сендай несколько подошел к концу. Раньше ее брали в сборке с однокнопочными торпедными японками. Сейчас как-то оптимизм в этом плане у людей поугас, потому что вышла Нашира, и она эту нишу весьма неплохо отъела. Поэтому не знаю, как сейчас она, но все равно корабль все еще очень хороший, и ее все еще можно использовать. И опять-таки, ну не у всех банально есть Нашира в конце-то концов, да? Шахо, легкий авианосец, Сакура Импайр, авиационный стат, ПВО, стат, все вроде как на месте, цена за вход в бой десятка, ну и скиллы при авиаударе лечат эскорт от их максимального количества ХП на 8%, именно от их максимального количества ХП. Обратите внимание. И второй скилл, после каждого авиадара увеличивать авиацию других авианосцев на 15% в течение 8 секунд. То есть понятно, что нужно ее использовать вместе с другими авианосцами, чтобы был максимальный профит, но проблема в том, что у нее так это не получится делать. Потому что, ну как бы где нужно много авианосцев? Вот прям 3 штуки. Очевидно, 13-й, 12-й мир. Но проблема в том, что у нее нет файтера, у нее на месте файтера стоит обычный бомбардировщик, пикирующий, понимаете? То есть профита в этом плане от нее уже становится меньше. Ну и нельзя забывать про Рюхо, легкий авианосец, который, грубо говоря, вывел на задний двор и пристрелил остальных хилищих кораблей, которые есть в данной игре. Потому что Рюхо прям совсем оказался дико крутой. Но кто-то еще использует Шахо. Было бы интересно послушать ваш опыт использования. Хотя, ну, как по мне, ну, будем честны, Рюхо прям сильно хороша. Он прям намного хороша. Но с другой стороны, есть еще и Юникорн, который ничего такого не требует, каких-то там авианосцев. И плюс у нее еще есть бонусы и для сопровождения, и файтер установленный есть. Но я прям даже не знаю, если честно. Мне Юникорн нравится больше, учитывая, как редко я вижу Шахо у людей, то все-таки Юникорн, даже до выхода Рюхо, нравилось людям все-таки поболее. Вот так мы и подошли ко всему этому списку. Повторюсь, спасибо Киририн и спасибо ребята из Дискорда. Большое вам обоим всем спасибо. Я рассказал о своем видении данной ситуации. Вот мне показались именно эти корабли хорошими. Но, конечно же, редких кораблей, хороших в игре больше. Я постарался абстрагироваться от списка. То есть здесь, ну, вот как бы список был в произвольном порядке, потому что, ну, корабли, многие из них делают разные вещи. И как бы не получится сделать прям полноценный список. Прям список с там стопом, стоп-1, стоп-2, стоп-3. Тут так не получится. Но каждый из этих кораблей стоит затраченных усилий, ребята. Хотя, если я где ошибся, было бы интересно послушать об этом в комментариях. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Всего хорошего и до новых встреч.